В эфире программа ГИД ЖКХ, с вами Александр Сульдин. Здравствуйте! Сегодня о довольно распространенной проблеме. В подъезде дома поселился сосед, который превратил свои квадратные метры в свалку. С помойки носит домой вещи и разный мусор. Соответственно, соседи страдают от запаха и насекомых, которые обильно плодятся у такого плюшкина. Есть ли управа на такого соседа? Разберемся. Итак, Новосибирск, улица Нарымская. Поехали! Диана Ковальчук – счастливый студент. Ей не пришлось переезжать в общежитие из родной Юргии. Неподалеку от центра мегаполиса и от медицинского университета, куда поступила девушка, жила ее прабабушка. Однако от некоторых неприятных моментов наличие уютной квартиры девушку не избавило. И столкнулась с такой проблемой, что по мне ползают тараканы. Периодически, время от времени. Захожу в ванну, он почти что падает мне на голову. Очень неприятно. На кухне повсюду ползает, по посуде. Ничего не оставить, все прятать. Сначала как-то просто убивало, всякие отравы. Травили, заказывали, травили. Но это не помогает, их только больше становится. Рядом в подъезде ощутимо пахнет свалкой. Даже в морозы. По словам соседей, пожилая хозяйка жилища наполняет комнатой вещами с помойки. За дверью лай собак. И такая ситуация в этом доме не первый год. Обращение родителей Дианы в администрацию железнодорожного района Новосибирска пока результата не дали. Соседка продолжает превращать свое жилище в экологическую бомбу местного значения. Куда обращаться в такой ситуации, где должны принять жалобу и как на нее обязаны отреагировать? Об этом в нашей инструкции. Как найти управу на соседа Плюшкина? В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. Согласно статье 287.7 Гражданского кодекса Российской Федерации, если собственник помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей, в ситуации разбираются уполномоченные органы. Если ситуация складывается в частном секторе, соседям нужно обращаться в администрацию района или населенного пункта. Если сосед Плюшкин превратил в свалку квартиру в многоэтажки, нужно обращаться в государственную жилищную инспекцию. Уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправления, согласно статье 287.7 Гражданского кодекса Российской Федерации, может предупредить собственника о необходимости устранить нарушение. Если собственник помещения после предупреждения продолжит нарушать права и интересы соседей, уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправления обращается в суд. Суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику, вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения Соседям Клюшкина нужно собрать свидетельства нарушения их прав Необходимо обратиться в полицию, Роспотребнадзор и организацию, обслуживающую дом, чтобы специалисты этих ведомств оценили ситуацию на месте Зарегистрировать в протоколах антисанитарию в местах общего пользования дома документы помогут в суде Да немного отличемся от противостояния соседам Клюшкиным в этой части нашей программы о том, как благоустроить свой дом Сегодня настоящий мастер расскажет и покажет, как сделать перегородки из металлопрофиля и гипсокартона Какие хитрости есть у этой работы? Посмотрим Работа начинается с прикрепления направляющего профиля Затем ставится стоечный, они просекаются инструментом Направляющий профиль ставится по полу и по потолку, если не превышает 2,5 метра Вот направляющий профиль Он сплошной, без всяких узоров Стоечный профиль в него полностью заходит Просекатели действуют таким образом, что он продавливает металл и профиля скрепляются между собой Направляющие профиля крепятся по полу и по потолку Стоечный профиль крепится в них с шагом 600 мм На направляющий профиль еще до сборки каркаса крепится и в шумоизоляционная лента сверху и снизу После того, как собрали каркас, мы берем гипсокартон Ставим его И начинаем крепить Используем саморезы 25 мм Закручиваем В направляющий профиль мы их не закручиваем Саморезы закручиваются шагом 25 см От ступ сверху и снизу 5 см Новогодние праздники прошли без коммунальных происшествий В Новосибирской области плановых отключений не было На вывоз отходов из густонаселенных мест выходило по два мусоровоза в сутки вместо одного Жалоб не зафиксировано В ночь с 29 на 30 декабря в регионе был сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду Падающие из деревьев ветки повредили линии электропередачи И без света остались 11 тысяч человек Электроснабжение оперативно восстановили Также пострадали 5 кровель социально значимых объектов В частности, крыша школы в селе Тоскаево Барабинского района В Татарске введены два дома для переселенцев из аварийного жилья Квартиры с отделкой, сантехникой и кухонными плитами получат 85 человек Новосибирская область реализует федеральный проект по расселению аварийного жилья на год раньше установленного срока Всего за прошлый год из бараков по федеральной программе переехали более 7 тысяч человек В Кировском районе Новосибирска планируют обустроить новую зеленую зону Сквер вместо магазина появится на Южно-Чемском жилмассиве Участок располагается на перекрестке с улицей Бронной Напротив деревянной церкви во имя святых благоверных князей Петра и Февронии Сладельцам земли заключат соглашение Либо предъявят ему иск в случае принудительного изъятия площадки Ваша безопасность в ваших руках Вернемся к ситуации с соседом Плюшкиным Сообщения о таких людях попадают в средства массовой информации довольно часто Решение у проблемы есть, однако это долгий путь судов и обращений по инстанциям Один из примеров Год назад на улице Днепровская наводили порядок в квартире местной жительницы Женщина развела стаю собак и у себя в комнатах и на улице Превратила жизнь соседей и своих питомцев в кошмар В момент отлова животных, расчистки зловонных завалов В комнатах целый квартал ждал и добивался несколько лет Выживших в таком концлагере псов чипировали и отпустили на улицу Они пришли на место, где раньше питались и до сих пор защищают его, как дикие звери Подобную нехорошую квартиру на улице Бориса Богаткова Приставы нагрянули в апреле прошлого года вместе с волонтерами Там никого не выселяли и не спасали Пока хозяйку отвлекали разговорами соседи, добровольцы выносили отходы За пять часов набрали кузов самосвала Женщину, которая захламила свои квадратные метры Ранее не раз штрафовали за неисполнение решения суда по уборке в квартире Но это не помогало В эфире была программа ГИД ЖКХ С вами был Александр Сульдин До встречи на будущей неделе Следующий вторник о нехватке электричества в пригородных поселках Кто и как должен решать эту проблему? Разберем конкретную ситуацию Редактор субтитров А.Семкин